юрмала по-прежнему русская очередная страшилка со стороны русофобов такова тема сегодняшнего 257 выпуска новостей в рамках постоянной рубрики мартовские иды на канале март лайф наше внимание сегодня привлекла статья на латвийском новостном портале пресс . лв даже не старались лангу возмутило обслуживание в юрмальском отеле на русском языке оказывается речь идет о юрмальском отеле лелупа спа здесь свой очередной для русификационный рейд провела идейный вдохновитель всех латвийских русофобов ли она ланга эту поэтессу называют главным идейным вдохновителем всех для русификаторов латвии центральной республики прибалтики к своему ужасу она увидела что в отеле лелупа спа надписи дублированы на русском языке о ужас мол как же так латвия уже более 30 лет свободная независимая республика а тексты причем абсолютно все тексты дублированы на великий и могучий кроме того о ужас весь персонал юрмальской гостиницы оказался русскоязычным по идее поэтессе ли они ланге нужно включить мозги если персонал русскоязычный то на каком языке еще говорить приходят русскоязычные клиенты и что к ним обращаться на латышском но судя по всему у главный де русификаторши латвии проблемы с логикой даже комментаторы говорят что это гостиница всегда ориентировалась на русскоговорящих туристов напомним что предыдущий президент латвии эгилс отметил поэтессу лангу специальным дипломом более того он вручил и даже памятную медаль за продвижение латвии как национальной страны и латышского языка как публичного языка общения за борьбу против последствий колониализма советской и царской россии и за гражданскую смелость и активность получается что махровую русофобскую позицию лианы ланге поощряют на самом верху чувствуя такое покровительство поэтесса действует все более активно ли она ланга потребовала у агентства государственного языка навести языковой порядок в латвии согласно закону чтобы цитируем латышам не приходилось страдать от языковой агрессии причем отметим что гостиница это туристический объект это частная территория и хозяева сами определяют языковую политику а как известно клиент всегда прав и если туристам гораздо проще общаться на русском то почему бы не использовать этот язык иначе отель попросту потеряет клиентов таковые рыночные правила среди тех кто самым активным образом поддержал яростную языковую атаку в юрмоле со стороны лианы ланге алвис херманис тот самый главный режиссер русофоб нового рижского театра который взял на работу к себе чулпан хаматову судя по всему она полностью разделяет и его точку зрения и наверное точку зрения лианы ланге как известно чулпан наиловна сразу заявила что будет учить латышский язык чтобы играть на нем в театре в общем сегодня народная артистка россии идет в одном строю с дэресификаторами латвии поэтесса лиана ланга договорилась уже до того что надо убрать не только русский язык но даже русскую культуру из всех отелей латвийского курорта судя по всему лиана ланга ничего не знает об истории юрмалы но ей же некогда читать она пишет стихи и бегает с языковыми проверками стоит напомнить что в становлении юрмалы огромнейшее значение сыграла российская империя частью которой была и территория современной латвии курортным местом юрмала стала после войны с наполеоном в 1812 году тогда на рижское взморе на оздоровительное лечение приехали офицеры российской армии и ведь нужно было где-то остановиться местные жители рыбаки охотно приглашали их на ночлег состоятельные постояльцы щедро платили так постепенно рижское взморе и превращалась в курортное место в 1870 году в дублты был открыт самый первый юрмальский санаторий мариан бад для кого же он был открыт как раз для туристов со всей российской империи по реке лелупы начали вести туристов из столицы паром ундино мог перевозить одновременно 500 пассажиров многие жители российской империи хотели отдохнуть на берегу рижского залива в 1827 году появилось поселение карлсбад который сегодня называется мэл уже здесь начали выращивать клубнику которая стала настоящим юрмальским золотом юрмальскую клубнику доставляли санкт-петербург к императорскому столу конечно же выращивание столь сладкой и аппетитной ягоды приносило немалые доходы местному населению отметим что в юрмулу на лечение и отдых приезжали самые высокопоставленные гости из европы газета с характерным названием русское слово рассказывает о том как в юрмуле побывал король эдуард как с воодушевлением отмечает издание король эдуард завтракал с великим князем михаилом александровичем это сын александра третьего а потом король великобритании эдуард отбыл в мариэнбад в юрмальском санатории ему очень понравилось а вот российский император николай 1 специально приезжал в юрмулу на минеральные источники он даже велел выделить деньги на развитие курортного местечка в кемере рядом с источниками были оборудованы купальни курорт был настолько популярен что кемере связали с москвой прямым паровозным сообщением а от вокзала к морю курсировал трамвай представляете какой был ажиотаж на риска взморе еще во времена российской империи а в советское время отдыхающих стало еще больше в 1950 году риска взморе было объединено с кемере и районом слоки и вся эта территория протяженностью аж в двадцать шесть километров стала называться юрмалой в это трудно поверить но восьмидесятом году юрмала оказалась на третьем месте после сочи и ялты по количеству отдыхающих в лучшие годы в юрмале было 105 санаториев ежегодно по путевкам юрмалу приезжали свыше трехсот тысяч человек это лишь по путевкам треть миллиона а сколько было так называемых диких отдыхающих их было просто не счесть как известно именно в юрмале открылась первое советском союзе варите юра сперле то есть морская жемчужина этот бар ресторан был невероятно популярен сюда заглядывала в частности галина брежнева дочь дорогого и любимого руководителя советского союза леонида ильича брежнева на рижском взморе проводились всесоюзные фестивали песни знаменитый конкурс юрмала плавно перешел в новую волну у нее было два сопредседателя жюри два маэстро раймонд валдемарович пауз и игорь яковлевич крутой отметим что в юрмале родились многие известные личности в частности михаил задорнов знаменитый сатирик он тоже не раз выступал на сцене юрмальского концертного зала дзинтери к сожалению уже который год и даже которое десятилетие юрмала пустует причины думаю всем понятны главная курортная улица йомас поражает своей безлюдностью казалось бы надо радоваться что в юрму хотя бы приезжают русскоязычные туристы наверное ими движет во многом некая ностальгия по прежним временам так скажите им спасибо что приезжают но вместо этого очередной окрик со стороны все той же лианы ланге причем угоднические латвийские сми с упоением распространяют ее слова причина понятна они отрабатывают главную повестку сегодняшнего дня и что в итоге из-за де русификаторов русскоязычные туристы будут обходить стороной очередной отель может быть уволят неугодный персонал и тогда наверняка очередная партия местных жителей покинет центральную республику прибалтики как известно в латвии и так уже советских времен население сократилось практически вдвое но видимо ли они ланге и прочим этого мало она хочет чтобы в латвии вообще не осталось русскоязычных хотя согласно статистике в латвии практически все русскоязычные так что все население должно покинуть латвию чтобы ли она ланга и и друзья успокоились к сожалению сегодня именно такие как она определяют повестку дня в латвии одному богу известно чем же закончится вся эта де русификация как говорят эксперты и перспективы для риги и самые печальные выходя сегодня на пляж в юрмале даже не верится что когда-то здесь было народу видимо-невидимо но надеемся что рано или поздно в юрмале опять будет много туристов и кто знает вдруг опять отстроят знаменитый бар ресторан юра сперла очень хочется в это верить и так много уважаемые зрители вы смотрели 257 выпуск новостей в рамках постоянной рубрики мартовские иды тема такая очередная страшилка юрмала по-прежнему русская де русификаторы в шоке напоминаем что вы находитесь на канале март лайф у нас много других видео на самые разные темы в том числе кстати и посвященные юрмале рижскому взморью отдыхающим лету ресторанам старой риги ну и так далее смотрите отсылайте друзьям и знакомым высказывайте свое мнение кроме того ставьте лайки нажимайте на колокольчики задавайте вопросы мы обязательно на них ответим а на этом у нас все до следующих встреч друзья до свидания пока